МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, Акасия! Ну и сегодня вас сопроводим на работу или на учебу мы, Ксения Вербер и Андрей Кобзарь. Да, снова бессменные ведущие на своем посту. Давайте не будем затягивать это вступительное наше слово. Поехали! Вот уже и вторник, 5 октября. И сегодня следует поздравить и поблагодарить тех, кто вливает в нас, в вас знания. Потому что сегодня день учителя. Я бы, кстати, хотела затронуть немного тему статистики. Вот она далеко не утешительная. 33% учителей уходят с работы в течение первых трех лет. Почти 50% в течение пяти лет. И, к сожалению, это число растет. Самая распространенная причина ухода из профессии – это низкая зарплата. Так, давай поговорим о хорошем. И сегодня, между прочим, отличный повод прийти с букетом для учителя. Не все же 1 сентября дарить. Можно вот и 5 октября для разнообразия. Ну да, я согласна. Ведь сегодня как раз день – сделай что-нибудь приятное. О, отлично. Тогда сделай мне яблочный пирог. Потому что сегодня не его праздник, а лучше – картофель. Ты губу-то закатай, я вообще-то на правильном питании. Но зато я могу тебе рассказать и показать 5 фактов о картошке. Исторической родиной картошки является Южная Америка. Индейцы Перу с успехом ее выращивали еще 4000 лет назад. При этом они не только ввели растения в культуру, но и вывели более сотни разнообразных сортов. В конце 16 века картофель попал в Европу, но широкого распространения не получил. Еще почти 200 лет растение было овеяно орелом мистичности и считалось непригодным для употребления в пищу. В Россию картофель ввел Петр I, но и здесь не все гладко. Царь разослал картофель губернаторам для выращивания, но выращенные зеленые ягоды оказались несъедобными. Народ травился и вспыхивали так называемые картофельные бунты. Более 100 лет крестьяне боялись съесть картофель. Мир полнился слухами о темном происхождении клубни. Употребление их в пищу считалось большим грехом. Картофель содержит более 80% воды, но кроме того он богат на витамины и полезные минералы. В частности, картофель содержит много провитамина А, необходимого для поддержания зрения. Во времена золотой лихорадки клубни картофеля спасали от цинги. И в кругах старателей ценились дорож за золото. В мировом сельском хозяйстве картофель признан самой важной культур среди незерновых. В общем рейтинге он уступает только пшенице, рису и кукурузе. Благодаря уникальной совместимости с другими продуктами и разнообразию способов обработки, из картофеля можно приготовить более 2000 первых и вторых блюд и даже десертов. К сожалению, большинство людей едят его в виде жирного картофеля фри или чипсов, а также картошку с большим количеством жиров, таких как масло, сметана, плавленый сыр или бекон. Такое питание может привести к сердечному приступу. Если же готовить картошку без жира и жарки, то она будет поставлять в организм здоровую низкокалорийную пищевую клетчатку, которая обеспечивает защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Перейдем к народному календарю, и по нему сегодня иона, и фока, ну или листопадная. Да, и последнее название этот день получил за сильные порывы ветра, при которых листья с деревьев будто срывают. Наши предки считали, что на таких ветрах катается нечистая сила. В этот праздник молятся о спасении от пожаров. И, между прочим, поминают тех, кто утонул. Из-за последних сегодня нельзя рыбачить, иначе их участь может повториться. А еще крайне нежелательно сегодня сжигать старые веники и тем более ругать ветер. Так что будьте аккуратны. Хорошо, я учту, и нужно просто надеться потеплее на самом деле. А по приметам сегодня, если рябчик не покидает ельник, то это сулит листопад. Хм, так он уже идет вовсе. Да, конечно, верно. Как и лава на Канарских островах. И она дошла уже, между прочим, до океана. Ну и окаменело. На вершине вулкана образовал сюжет пяти от трещины, и потоки лавы усилились. Она ползет буквально по крышам домов и сминает их, а также уничтожает дороги и ограды. Эвакуировали 6 тысяч местных жителей. Остальных власти просят укрыться в домах из-за ухудшения воздуха. Пепел достиг высоты 6 тысяч метров и долетел до соседних островов. Эх, и нелегко приходится местным жителям. Но сейчас давайте вернемся в Какасию к нам и узнаем, какая у нас погода. Смотрим свежий прогноз. В Черногорске и Устебака непеременная облачность, без осадков. Светлое время суток плюс 12, ночью 0. Северо-восточный ветер. В Сорске плюс 8, днем. Ночью градусы падет до минус 2, без осадков. В Саиногорске и Беи будет малооблачно. В светлый период плюс 10, после полуночи 0, плюс 1. Северо-восточный ветер. В Белом Яре ситуация схожая. Днем плюс 11, после заката минус 1. Также малооблачно, без осадков. В Аскизе днем плюс 11, ночью столбики термометров опустятся до минус 1. Переменная облачность. В Таштыпе и Абазе ситуация схожая. Светлое время суток плюс 11, а ночью градусы падет до минус 1-2. Слабый. Северо-восточный ветер. В Широоблачно, температура днем плюс 8, после полуночи минус 2. В Баграде и Копьево незначительная облачность. Днем плюс 9, в среднем. А ночью градусы падет до минус 4-5. Вероятность осадков низкая. Восточный ветер. В Абакане малооблачно, без осадков. Днем плюс 11, после заката минус 1. Ветер северо-восточный, атмосферное давление повышенное. 5 октября в России отмечают День Учителя. И, конечно же, сегодня мы не могли не пригласить к себе такого человека, который расскажет нам об этой профессии абсолютно все. Поэтому сегодня у нас в гостях доцент кафедры педагогики и методики начального образования Института непрерывного педагогического образования ХГУ Вера Косова. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите о своем стаже работы. Ну, я должна сказать, что мой профессионально-педагогический стаж достаточно солидный, поскольку профессиональный старт случился в 1970 году. По завершении обучения в Хакасском государственном педагогическом институте я была направлена в Бондаревскую школу Бейского района, где в течение четырех лет работала учителем русского языка и литературы. Потом была работа в Маинской школе, в Думе пионеров города Саиногорска и в Саиногорском городском отделе образования. Все эти годы я не расставалась с преподавательской деятельностью, и это была не только школа, но и Институт повышения квалификации, филиал ХГУ в городе Саиногорске. И хочу сказать, что я с большой теплотой отзываюсь и вспоминаю о людях, с кем работали. А в 2009 году я была приглашена в Институт непрерывного педагогического образования, и я счастлива, что тружусь в этом замечательном ВУЗе, в коллективе с высоким научным статусом и огромным творческим потенциалом. За это все время как вообще ученики поменялись? Они как-то себя по-другому ведут уже? Может быть, какие-то привычки у них другие появились? Ну, поскольку я уже долгое время работаю со студенческой аудиторией, я бы хотела сказать о студентах. И здесь не могу не согласиться с мнением экспертов в области высшего образования, которые считают, что современное поколение студентов более прагматично, реалистично и нацелено на практику. Ну, в них проявляется, наверное, в большей степени проявляются профессиональные амбиции. Мы все видим, что это поколение выросло в ситуации компьютерных технологий. И поэтому не случайно психологи отмечают цифровое сознание у молодых людей, у современных молодых людей. Нынешних студентов, наверное, отличает от студентов прошлого времени, отличают большие возможности, наличие больших возможностей. В том числе и технического плана, да. А сейчас обучение, оно как-то стало легче, проще, что ли? Я бы не сказала. Оно стало, может быть, разнообразнее, потому что в нашу практику достаточно мощно входят информационные технологии, которым современный преподаватель должен соответствовать. Но должна сказать, что студенты в плане, вот, скажем, компьютерной подготовленности достаточно состоятельные. А по вашему мнению, какими качествами сейчас должен обладать современный учитель? Ну, наверное, во-первых, нужно отметить доминатные профессионально-педагогические качества как фундаментальный компонент. И, собственно, личностные. Здесь нужно иметь в виду и предусматривать нацеленность на педагогическую профессию и способности к ней. А нужно сказать, что спектр качеств достаточно широк, и он отражен в федеральном документе, профессиональном стандарте. А основные, назову. Ну, учителя, конечно же, должны характеризовать целеустремленность, социальная активность. Ну, разумеется, знаниевый компонент широкой эрудиции. Ну, и огромную роль здесь играет не только вот когнитивная, скажем, подготовка, но и методическая подготовленность и технологическая состоятельность. Вот. Но главное при всем, как бы, том, главное все-таки это любовь к детям. Если учитель соединяет в себе любовь к делу ученика, он совершенный учитель. Лев Николаевич Толстой. Сердце отдаю детям. Вера Васильевна, я полагаю, что вы бы с радостью поздравили тоже всех учителей. У вас есть возможность такая обратиться сейчас к ним напрямую и поздравить с сегодняшним днем. Уважаемые коллеги, я от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, Днем Учителя. И, во-первых, хочу пожелать всем здоровья. В свое время Генрих Гейне сказал «Самая большая красота, которую я знал, это здоровье». Я желаю вам новых профессиональных достижений, больше радующих событий и успешного решения неизбежных сложностей. И хотелось бы зачитать стихотворные строки, посвященные учителю. «Коль порой ночною он сидит усталый, скипаю тетрадок будущих толстых, Значит, вновь поставят где-то пьедесталы с именами новыми в строках золотых. Значит, вновь Чайковский где-то народится и волшебной музыкой душу восхитит. Значит, вновь России будет кем гордиться». Эти замечательные строки написал Владимир Евлухин. Вера Васильевна, спасибо большое, что заглянули к нам этим утром на чашечку чая. Я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Побольше вам хороших учеников. Благодарю вас. Ну, а мы с вами не прощаемся. Впереди еще много всего интересного, так что не переключайтесь. Как защититься от кибермошенников? Современную жизнь трудно представить себе без банковских карт и электронных расчетов. Однако вместе с ростом безналичных платежей растет и число злоумышленников, которые в виртуальном мире охотятся за вашими реальными деньгами. Всего за минуту мы расскажем вам несколько простых и надежных правил, которые помогут сохранить в безопасности средства на вашей банковской карте. Чтобы получить доступ к вашим деньгам, преступникам нужны реквизиты банковской карты, ее номер, фамилия и имя владельца, срок действия, код проверки подлинности, три цифры на обороте карты, а также пин-код или код из СМС, который необходим для подтверждения платежа. Что же нужно делать, чтобы сохранить информацию в секрете и вовремя обнаружить попытку мошенничества? Вводя пин-код, следите, чтобы его не увидели посторонние. Подключите СМС-уведомления о платежах и используйте интернет-банкинг, чтобы в реальном времени отслеживать списание средств. Пользуясь банкоматом, обратите внимание, нет ли на нем посторонних устройств, например, накладной клавиатуры. По возможности не упускайте из виду свою карту при расчете, чтобы никто не смог сфотографировать или переписать ее данные. Если вам сообщают, что оплата не прошла, попросите чек из терминала с уведомлением об отказе. Совершая покупки в интернете, внимательно проверяйте имя сайта в адресной строке, чтобы не произвести оплату на поддельной странице, похожей на настоящую. В адресной строке сайтов, где производится оплата, должен быть символ защищенного соединения, изображение замочка. Получив СМС-сообщение от банка о проблемах с вашей картой, например, блокировки, перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на вашей карте, и проверьте эту информацию. Не сообщайте данные карты по телефону никому, даже если собеседник представляется сотрудником банка. Будьте внимательны при оплате банковскими картами. Будущее уже у нас на пороге. Мы все смотрели въезд и пятый элемент, и хотели летающие машины. Так вот, израильские разработчики уже успешно испытали прототип. Это авто планируют использовать как для обычных пассажирских полетов, так и для перевозки грузов до одной тонны. Вау, как же это круто! Я теперь хочу летать точно так же. Ксюш, мне кажется, ты не сдашь экзамен на эти права. Так, почему это? Ну, ты не обижайся, Ксюш. Ты иногда лево-справо путаешь, а тут еще и вверх-вниз добавляешь. Вообще-то нет, я не путаю лево и право, а вот тебя с недорцальцем могу. Ох, обиделась, да ты не обижайся. Вот лучше давай посмотри, и видя, как мужчина очень неудачно обронил свой телефон. Это теперь их телефон. Я бы даже не пыталась его вернуть. Рискованно это как-то. Хорошо, что его друг с камерой всегда рядом все снял. Мне кажется, даже и герою полегчало немножко. Да, вот удивительное совпадение, кстати. Журналисты в Австралии решили снять красивые прорыты дронов над водой. Угадай, кто же им помешал? Анаконда, а не-не-не, крокодил. В точку. Как-то это все подозрительно. Уж не планируют ли эти рептилии снять свое реалити-шоу? У них эта странная любовь к гаджетам с камерами. Ну, это вряд ли. Хотя я бы такое посмотрела. А хочешь посмотреть, как судьба дает знак? А, ну покажи. О боже, а все целы? Да, все хорошо. Лобовое стекло отработало на отлично. Никто не пострадал. Но зато теперь у автомобилистов плюс одна фобия. А вот подаст ли вам сегодня судьба какие-либо знаки, об этом мы узнаем из астропрогноза. Гороскоп в эфире Утро Хакаси. Овны. Звезды рекомендуют избегать сегодня утомительной работы. Цикличные задачи лучше не стоит решать в одиночку. Тельцы. Сегодня вы будете очень кропотливо относиться к делам. Хотя окружающие подумают, что вы просто медлительны. Близнецы. Близнецы. Чтобы вы не запланировали на сегодняшний день, знайте, Вселенная на вашей стороне. Раки. Не пытайтесь вернуть прошлое. Приглядитесь получше к настоящему. Оно обещает большие перспективы. Львы. Вероятно достижение цели, денежные доходы или значительное продвижение на пути к поставленной цели. Девы. Сомнения прочь. Сегодня ничто не помешает вам добиться успеха в работе или, например, стать звездой вечеринки. Весы. Сегодня отличный день для осуществления любых замыслов, требующих сообразительности и умственных сил. Скорпионы. Этот день посвятите культурному отдыху. Полученные впечатления создадут резерв душевных сил для будущей недели. Стрельцы. Суетливость или большой объем работы может значительно снизить ваш жизненный тонус. Найдите источник подпитаться энергией. Козероги. Если кто-то проявит по отношению к вам агрессию, постарайтесь не отвечать тем же. Водолеи. Сегодняшний день пройдет спокойно, без каких-либо крупных событий. Воспользуйтесь, чтобы поразмышлять над своей жизнью. Рыбы. Текущее расположение звезд сулит вам много идей на будущее и возможны новые источники дохода или отдыха. Премьеру для жителей и гостей республики подготовила Республиканская филармония. И об этом мы сегодня поговорим с ее директором Вячеславом Инкижековым. Вячеслав Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, что же вы за концерт такой подготовили? На самом деле это музыкально-драматическая постановка, где музыка сочетается с текстом, с прекрасными стихами. Очень интересное произведение Ипсона «Пергюнд». Оно сложное, это по сути притчи такие, знаете, о жизни, так вот в двух словах даже нельзя сказать о смысле этого произведения. Оно очень всеохватывающее, огромное. И, конечно же, Эдвард Грик очень вдохновился этим сочинением и написал к этому спектаклю музыку замечательную. У нас в этой программе впервые принимает участие Денис Целуйко, актер Минусинского театра. Он как раз будет читать. Да, знаете, это очень важно, когда художественное слово сочетается с этой музыкой, чтобы было более полное представление о спектакле. И это совсем как бы другое действие. Тут, наверное, надо сказать о частях знаменитые. То есть это вот, допустим, «Смерть Азея», которую знают все, по сути. Это песня «Сольвик», это «Танец Анитры». В пещере горного короля, ну, тоже, по-моему, знает даже человек, который вообще музыку никогда не слышал. Но вот этот мультик или вот эта музыка, она вот в рекламе у нас крутится сейчас недавно. Сколько репетировали, как готовились? Ну, мы очень давно готовились, уже заранее. То есть еще весной у нас был проект, как бы, сформированный. Вот сейчас осенью мы плотно делись за его реализацию. Над обыденностью поднимет людей, подоставит их немножко, как бы, взглянуть на звезды и понять вообще, зачем и чего в этой жизни ценности. Что появляется ценностями, что не является. Вот это вот такое очень философское, такое значимое произведение и гениальная музыка, которая вот иллюстрирует это. Гостям, зрителям, которые придут, что-то при себе иметь нужно, не нужно, средства защиты, индивидуальные теши? Ну, как обычно, у нас ничего не меняется. Сейчас у нас обработка рук, маски, дистанция, 75%, наполнение, ограничение. Когда это все будет и где? Потому что, насколько я знаю, это по Абакане. Ну, 6-го числа у нас будет в Минусенске премьера, 7-го будет в Абакане. Что ж, Вячеслав Геннадьевич, спасибо большое, что заглянули к нам этим утром. Ну и рассказали о грядущем мероприятии. Всего вам хорошего. Спасибо. Ну, а мы с вами не прощаемся, ведь впереди еще много интересного и увлекательного. В телеграм-каналах появилась фейковая информация, которая напрочь искажает суть поправок в закон о налоге на имущество организации. Авторы постов обвинили правительство Хакасии в том, что владельцам дачных участков и загородных домов придется платить дополнительные налоги за сараи, бани и другие хозпостройки. Поправки в закон действительно приняты, вот только касаются они не фислиц, то есть простых жителей Хакасии, а юридических фирм и различных организаций. Суть изменений в том, что теперь имущество, которое не характерно для деятельности компаний, будет облагаться налогом по кадастровой стоимости. В частности, речь идет о гаражах, квартирах, садовых домах и хозпостройках. До принятия поправок организации, пользуясь пробелом в законодательстве, не платили налоги на некоторые имущества. Новый закон позволит создать равные условия для налогоплательщиков и расширить доходный потенциал в регионе. Еще раз отмечу, простых граждан данное нововведение не касается. В республике определяют лучшего знатока хакасского языка среди первоклашек. Миннацполитики продолжает прием заявок до 10 октября. Конкурсная работа представляет собой видеозапись устного выступления в форме семейного диалога «Не более пяти минут», где отражается информация о ребенке и семье, любимой игрушке, играх, занятиях и родине. Видеозаписи будут оценивать по следующим критериям понимание речи на хакасском языке, умение поддержать диалог, умение выражать свои мысли, правильность произношения слов. Общий призовой фонд конкурса – полтора миллиона рублей. Победителями станут 100 первоклассников. Каждый получит по 15 тысяч рублей. Работы вместе с документами можно подать на участие адресно или по электронной почте. Пенсионеры Абакана приняли участие в фитнес-часе, приуроченном к открытию фестиваля «Спортивное долголетие Хакасии». Представители клуба, которые изначально выступили с этой инициативой, проводят мероприятие уже несколько лет. Благодаря поддержке Минспорта в этот раз участников больше обычного. Фестиваль будет продолжаться до 30 декабря. В течение трех месяцев у пенсионеров есть возможность трижды в неделю бесплатно посещать фитнес-тренировки. Запись по телефону 8 983 190 87 55. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование национального праздника Уртунтуэ. Основную концертную программу организовали в Доме культуры имени Кадышева. В этот день благодарят природу за урожай. Всем здесь присутствующим сегодня, от всего сердца, от имени главы республики Хакасия, от правительства республики Хакасия, хочу пожелать не только благополучия, а чтобы в ваших домах всегда была полна чаша, а дома были хлебосольные и гостеприимные. На сцене представление артиста филармонии – это священное обряд о благословении человеческого рода и благополучии. Кроме того, в осеннее время у Хакасов принято играть свадьбы. На них также проводят обряды, посвященные покровительнице женщины и детей богини Умай. Праздник урожая всегда символизирует родовое движение. Мы всегда в этот день отмечаем, что происходит в родах Хакасского народа. Каждый род показывает, что внутри у них происходит с точки зрения сохранения памяти исторической, родовой, с точки зрения сохранения традиций, обычай, рецептов, кухни. Председатель Совета старейщин Хакасского народа Петр Воронин провел церемонию присвоения звания «Человек года-2021». Его удостоены 8 человек, среди которых ведь врачи, механики, фермеры. Работа с животными, и когда идет, и окот идет, рождение ягнят, это просто радость, как благодать. И то же самое, по осени, когда начинаешь считать уже, вот, тоже столько радости, честно скажу. И благодаря вот этому празднику, мы можем своей радостью поделиться. Вот иногда зовешь друзей на вечеринку, а никто не приходит. Какой ужас! Что же тогда делать? Ну как это что? Устраивать досуг самому себе. Да уж, эта девочка точно скучать не будет. Ну, как и мы, потому что в эфире «Утро Хакасия» наша любимая рубрика «Ба приколу». Смотрим! Ну давайте, давайте знакомиться. Не надо, я вас боюсь. Но почему же? Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет! Ну какие секреты красоты. Генетика, генетика. Генетика, генетика, генетика. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok